Росавтодор утвердил для Республики дорожную программу на ближайшие пять лет. Накануне в Москве глава КОМИ провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Тем самым была актуализирована программа дорожной деятельности КОМИ с 24 по 28 года. Как отметил Владимир Ройба, отразили ключевые показатели развития дорожного хозяйства, перечень работ и финансирования. В программу включили участки дорог к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным объектам и туристическим местам. Всего свыше 476 километров автодорог регионального значения. Еще 36 километров городской агломерации и почти 4,5 тысячи погонных метров мостов. Дополнительно поддержано 19 миллиардов рублей на то, чтобы мы подняли уровень нормативных дорог до 50%. Сегодня у нас составляет 37,6. И это очень важно, потому что мы действительно за счет этих средств можем существенно изменить качество дорог в республике КОМИ. Ну и единственное, что еще будет обсуждаться, либо эта программа будет до 2028 года, либо будет эта программа до 2030 года. Тоже об этом дополнительно сообщу. Обсудили на встрече и судьбоносный для КОМИ объект. Мост через Печору на участке Акись-Устюса. Роман Новиков подтвердил, что его строительство включено в федеральную программу, утвержденную распоряжением правительства Российской Федерации. Старт строительно-монтажных работ – 2028 год. Однако работы могут начаться и раньше. Поскольку мы взяли на себя проведение работ по ПСД, проектно-осмендокументации, и это очень важно, потому что если бы мы этого не сделали, то точно бы начало ушло на 2028 год. В связи с тем, что мы взяли на себя, это очень большой объем по ПСД, и к концу этого года ждем положительного заключения, то Роман Витальевич утвердительно сказал о том, что будет сдвижка влево после того, как мы получим положительное заключение главного экспертизы и пройдем рабочую группу научно-технического совета. Потому что такие мосты, большие мосты, капитальные, они обязательно должны проходить утверждением рабочей группы НТС Росавтодора. После этого мы, скорее всего, получим сдвижку влево, то есть начало работ будет начато не в 2028 году, а значительно раньше. Не остался без внимания и ремонт моста через реку Колва, на котором в этом месяце начались работы. Он в предаварийном состоянии, планируемые сроки завершения ремонта – октябрь 2025 года. Работы будут выполняться в два этапа. Общая их стоимость превышает 100 миллионов рублей. Однако Роман Новиков пообещал компенсировать понесенные затраты республиканского бюджета за счет федерального.